Три зала историко-культурного центра и две жизни известных русских художников – отца и сына Николая и Сергея Андреяки. Восемь десятков работ, насколько это возможно, рассказывают о всех периодах творчества мастеров. Рассказ берет начало в войне, которую художник-отец прошел пешком от Москвы до Берлина и рядовым, и командиром, и фронтовым художником. Кто-то сидит, письма пишет домой. То есть он любил живые моменты именно запечатлеть в карандаше. Все работы сделаны очень-очень быстро. Это как раз показано на работах за счет очень жесткого штриха. Только в конце войны художник показывает ее в цвете и берет в руки краски. Сложность состояла в том, что он достаточно долго не брал в руки масляные краски и чувствовалась вот эта графичность. То есть он выполнял работы, если посмотреть на них, такими вот мазками, как будто штрихами карандашными. Более яркие работы – те, что пришлись на период Суриковской школы. Автор сначала преподавал, а позже стал директором. Свою школу акварели открывает и сын Сергей Андреяка. С 1999 года школа прошла огромный путь и завоевала народную любовь, в том числе благодаря активной выставочной деятельности. Несмотря на то, что отец был живописцем, масляным таким, то есть он акварели фактически не рисовал, Сергей Николаевич все-таки приверженец акварели. Говорят, что во времена студенчества педагоги игнорировали акварельные работы Сергея Николаевича. Сегодня его акварель – мировая известность. На выставке в Видном есть сюрпризы. Это Расторгуево, Екатерининская пустынь. В этих местах бывал сам мастер Сергей Николаевич. И даже мы знаем, что жена его именно из этих мест. Выставка отца и сына Андреяки переизнает. Пользуется большим спросом. В этом году будет представлена в том числе в Пскове, столичном музее Высоцкого. Но каждый раз собирается заново. Нет ни одного стопроцентного повторения. Когда мы забирали эту работу из школы акварели Сергея Андреяки, сотрудники сказали, что выставляется она впервые. Поэтому это одна из последних работ мастера. И нам радостно получить такой подарок. Экспозиции из фонда в школу Андреяки в Ленинском районе уже стали доброй традицией. Сотрудничество началось в 2013 году. Первая выставка, которая называлась «Мастер и ученик», где были представлены работы преподавателей и учащихся школы акварели Сергея Андреяки. В 2014 году в наших залах демонстрировалась персональная выставка преподавателя школы акварели Сергея Чернышева. Большие надежды у искусствоведов ИКЦ и на будущее сотрудничество. Всю палитру творчества, нотюрморты, пейзажи, портреты, батальный жанр можно увидеть на «Заводской 2» до 3 апреля. Татьяна Кременецкая, Владимир Бижонов, Елена Кошелева. Видное ТВ.